Всем привет! Сегодня у меня посылка. Три в одном. Линзы для телефонной камеры. На упаковке вижу информации много. Какой-то QR-код, контактные данные. Товар шел месяц и пять дней. Аккуратная коробочка. Прищепка очень тугая. Футлярчик хорошего вида качества. Плотный. Каждая линза имеет крышечку. Прищепка вот здесь вот имеет нечто мягкое, чтобы телефон не портить. Так вот к экрану с одной стороны прижимается. Начну я с тестирования макрообъектива. Я взял кристаллик сахара. В диаметре он не больше одного миллиметра. Сделал четыре фотографии. Первую фотографию сделал своим смартфоном без увеличения, без макрообъектива. И на экране при масштабе 100% его диаметр у меня составил 4,5 сантиметра. Я линейкой померил. Дальше. В четырехкратном увеличении смартфона без макрообъектива. Диаметр кристаллика уже 18,5 сантиметров. Потом с макрообъективом без увеличения 12 сантиметров диаметр кристаллика. И довольно таки четкое изображение. И наконец с с макрообъективом плюс еще с четырехкратным увеличением смартфона. Диаметр кристаллика 44 сантиметра. Таким образом макрообъектив дает увеличение два с половиной раза. Сейчас я снимаю просто без увеличения, без дополнительных линз. Вот делаю фотку. Сейчас я поставлю широкоугольную линзу. На нее немножко как капля дождя попала. Вот делаю фотку с ней. Интересно, если увеличить. Это, как бы, обезусловно. Ну вот, теперь то же самое с рыбьим глазом. Что-то фокусировка тут страдает. Видимо, надо очень точно попасть прищепкой, куда нужно. Итак, подвожу итог. Широкоугольный объектив немного расширяет обзор. И это может пригодиться, например, ну если снимать какие-то пейзажи широкие. И еще, когда селфи снимаешь, с широкоугольным объективом точно не промахнешься. А без него угол обзора меньше и может там пол лица не попасть. Вот. В рыбьем глазу я смысла вообще не нашел. Наверное, плохо искал. А самое прикольное, что тут есть, это макрообъектив. Он дает четкую картинку и увеличение в 2,5 раза. И не надо думать, что это ерунда. Ну, что там линза 2,5 раза. На самом деле, я хочу сказать, что для каждого объекта нужно свое увеличение. Ссылка на товар находится в описании к видео, как обычно. Описание к видео это самая важная его часть. Это относится к моим видео. Там самый сок темы самого видео.